Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня наше безумное путешествие в мир Схрона продолжается! Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика, Книга 2. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Глава одиннадцатая В принципе, я рад, что старая рухлячь жива. Но да, не будет этих заморочек с похоронами, скорби на лице жены Валеры и с трудом скрываемой радости на хитрые рожи очкарика. А теща по-любому жива, иначе куда она могла деться? «Честно говоря, до этого момента я был абсолютно уверен, что досрочный старт Антонины Петровны в загробный мир – дело рук Валеры. Но теперь сомневаюсь. Неужели ФСБшник мог так опарафиниться?» «Нет тела, нет дела, ёпте!» – заржал Вован. «Надо её найти!» «Нахуя? Ты же сам хотел с ней познакомиться!» «Да ебал я в рот такие знакомства! Нахать надо!» «Одно дело, ёпт, когда она лежит, стало быть, тихонько, хавальник не разевает почём зря, а ща хуя знает, чё у корги на умебле! У неё фонарь был хотя б?» «Нет!» – подумав, ответил я. «Точно не было!» «Вот и я про то же, братка!» – понизил голос Вова. «Антонина Петровна!» – заорал я. Эхо испуганно заметалось под мрачными водами. «Тише, бля!» – прошипел сквозь зубы десантник, припадая к земле и увлекая меня за собой. «Чё?» «Она ж где-то здесь, заныкалась в темноте, форшмачница старая!» «Нас поджидает, бля!» «Вован, не гони!» «Чё ей прятаться?» А у самого холодок по спине. Десантник продолжал нагнетать. «Блядь, не нравится мне это всё!» «У старой макаки, походу, совсем кукушку сорвало на...» «Ебать, куля она тогда к нам не вышла!» «Испугалась, может?» «Я сколько не знаю, чё вы с ней вытворяли, поэтому, возможно, на...» «Так чё, идём искать?» Прыгнувший в ладонь револьвер придал мне уверенности. Но совсем-совсем немного. «Погодь, братка, трещотку захвачу, на...» Вован отправился в логово, а я остался один. После слов десантника стало как-то не по себе. Или это с травы пробило на измену? Я судорожно поводил луч фонаря во все стороны. В каждой тени чудится движение. «Блин, Санёк, успокойся!» «Там всего лишь тёща Валеры, милейшая в сущности дама!» Но я представил, как она сидит на корточках в тёмной трещине. Злобные глазки пристально следят за мной, выжидая подходящий момент для броска. Капец! Чё-то фантазия разыгралась. Я прогнал дурацкое видение. Даже немного стыдно. Два суровых воина сделали из бабушки божьего одуванчика, кровожадного вурдалака. Хотя... Недооценивать чутьё десантника тоже не стоит. Щёлкнул затвор АК-74, досылая патрон. «Ну чё, пошли на!» Хохотнул Вован. «Прикрывайся чё, братух!» Мы осторожно двинулись вперёд, внимательно сканируя все закутки. А может, я действительно ошибся, и мёртвая тёща спокойно лежит себе в другом гроте? Вот это идеальный вариант! Внезапно отчаянный треск очереди вспорол напряжённую тишину. Завизжали пули, посыпались обломки сталактитов и сталагмитов. Я чуть не оглох. «Вован, чё ты делаешь? Остановись!» Крикнул я. «Упреждающий огонь, ёпта!» Ловким движением он сменил магазин. «Блин, давай ещё гранатой швырять будем! Меня чуть рикошетом не зацепило!» Не хватало ещё, чтобы этот поехавший десантник укокошил таки старушенцию. «Хули ты трясёшься, братки Акидушары, не обстрелянный, на! Я, бля, на рефлексах ебашу, как учили, блядь! Нехуй под руку говорить!» Он двинул вперёд, врываясь в следующий зал. «Вова, угомонись, мы не в Чечне! Здесь маджахетов и нет, только бабка заблудившаяся!» «Да и то уж по деластой склеилась перепугу после твоих выстрелов!» «Заебись, коли так, на!» Пробухтел Вован. «Ты б не пиздел, а по сторонам глядел!» «Если эта гекимора выпрыгнет на тебя, я ж стрелять начну без разговоров!» «Рефлексы хули!» «Сам бы лучше поменьше трындел! И нахрена я во всё это ввязался!» «Этот мутант ведь точно пристрелит бабку! И в меня вместе с ней!» «Рефлексы, блин, у него!» «А так всё хорошо начиналось!» «Кто бы мог подумать, что светлая затея с огородом обернётся такой жестью!» «Миновали ещё несколько гротов и коридоров!» «Слава богу, десантник больше не палит без разбору!» «Он прёт вперёд, как хищник!» «Перекаты, резкие броски, яростные прыжки!» «Наконец добрались до нашей плантации!» «С некоторой опаской я накинул провода на аккум!» «Проморгавшись, вспыхнули лампы!» «Но и здесь чёща не оказалось!» Вован с интересом осматривал зал, опустив автомат. «А я уж не знаю, что и думать!» «Хуясе!» «Присвистнул он!» «А вы, бля, без дела не сидели, пока Вовчик на боевое задание гонял!» «Уважуха, ептеть!» «Слушай, Вова, мы и за неделю не обойдём эти чёртовы подземелья! Давай уже обратно!» «Ебать, а бабка чё? Только закимарю, хуякс! Ножичком по горлу и поминай, как звали!» «Да откуда у неё нож?» «Я решил пойти на хитрость!» «Там же водка стынет!» «Эх, ладно, на!» К моему облегчению он закинул автомат за спину. «Ты только, братка, сегодня у меня оставайся! Будем дежурить по очереди, на!» «А то я, блядь, хоть засну, пока корга где-то рядом шароёбится, на!» «Я проснулся от какого-то скрежета, нащупав револьвер на поясе, пряткрыл глаз. Тускло попыхивают угли, дьявольски храпит Вован по ту сторону костра. Ну, блин, а говорил не уснёт. Конечно, всерьёз не опасаюсь ночного нападения, но я-то честно отдежурил полночи. Хотя неудивительно, столько водки всосать вперемешку с планом. Меня и самого здорово мутит. Мой могучий мочевой пузырь готов лопнуть. Пойду отолью. Вот только куда? На улицу? Или в сортир Вована? Не, снаружи походу метёт. Вон как трепещутся шкуры на входе. Я зажёг фонарь. Блин, уже почти не светит. Идти в темноту совсем не хочется. Не столько из ожившей тёщи, сколько из опасения наступить в потьмах на одну из личинок. Ладно, хрен с ним. Несмотря на позывы, я медленно и осторожно пошёл вглубь пещеры. Света едва хватало, чтобы не запнуться. Уже почти добрался до сральника, когда вновь услыхал противный скрипучий скрежет. Я замер, чувствуя, как волосы встают дыбом, а ладони предательски потеют. Что за мерзкий звук? Выхватив револьвер, я вытаращился в липкую тьму. Стихло. «Антонина Петровна?» Позвал я негромко. Тьма ответила надменным молчанием. Постояв с минуту, я одной рукой принялся расстёгивать ширинку. Теперь уже нет сил. Ударив, как избран сбойта, мощная струя заплясала по камням. Да, с этой пещерой похоже что-то нечисто. Но мне плевать. Мне не страшно, у меня револьвер. Гадство. Пол штанины обмочил. Тьфу ты, проклятие. Как же так? Быстро застегнувшись, посветил на штаны. И в этот момент буквально спиной ощутил чужой взгляд. Резко обернулся, со скрипом взводя тяжёлый курок. Там точно кто-то есть, клянусь богами. Захотелось палить, не разбирая во все стороны, как бешеный десантник. Но я сдержался. Снова что-то заскрежетало, защёлкало. Жав зубы, направился на звук. Это тёща. Кто же ещё? Наверное, случилось, чего ей нужна помощь. По моим ощущениям, должен прийти к источнику звука. Но теперь он раздался дальше. Ох уж эта подземная акустика. Да чтоб тебя! Это дальше, чем я думал. Грёбанная пещера. Вот поставим генератор. Развешу здесь лампочки через каждые три метра. В эту секунду фонарь замигал, прощально вспыхнул и... Погас. Я остался в абсолютной темноте. Проклятый звук теперь близко. Спиной я упёрся в стену, затаил дыхание. Тихие шлепки искрежет. Ехидный, торжествующий. И совсем с другой стороны. Но в кого стрелять? Не видать даже кончик собственного носа. Так. Спокойствие. Спокойствие. Зашелестело как будто сверху. Стоп. У меня же есть зажигалка. Рванув молнию, я полез во внутренний карман куртки. Но мои пальцы бессмысленно шарят в пустом кармане. Где же она? Обронил? Но я точно помню, как прикуривал накануне. Вспомнил. Сам же положил её в полупустую пачку. А она в боковом тактическом кармане. С чувством невероятного облегчения нащупал Пачан. Но что я увижу, когда зажгу огонь? Или кого? Во, больше всего на свете мне не хочется это делать. Что если я сойду с ума, увидев то, что скрывает милостливая темнота? Машинально сунул в рот сигарету. На ощупь поднёс зажигалку. Я крутанул, колёсико высекая искру. И... Глава 12 Если вы не заметили, я достаточно крепкий, морально устойчивый человек с несокрушимой психикой. Настоящий воин судного дня. Даже фильмы ужасов, на которые я водил своих девушек, всегда вызывали громкий хохот над потугами режиссёров меня напугать. Но сейчас... Едва вспыхнул огонь зажигалки, я ощутил себя словно в дурном ужастике. Распластавшись, как большой чёрный паук, ко мне прямо по стене подбирается бабка. Лицо посерело, морщинистые веки плотно сжаты, а отвратный звук – это скрип кривых зубов. Но это, несомненно, Антонина Петровна. Сигарета выпала из моей отвисшей челюсти. Я не знаю, почему не заорал в этот момент. Глаза твари неожиданно распахнулись. В них пылает хищный голод и безумная ярость. Вдруг старуха-зомби сжала губы и быстро дунула. Огонёк зажигалки потух. С меня будто спало оцепенение, мощно громыхнул револьвер. В короткой вспышке мелькнула чудовищная физиономия, но совсем не там, где я ожидал. Бах-бах! Где же она, блядь? Руку пронзила невыносимая боль. Револьвер выпал. Острые зубы вонзились в мои прокаченные мускулы. С неожиданной силой нечисть опрокинула меня, царапая и разрывая мой куртофан. Я потянулся в темноту, стараясь нащупать среди скользких камней выпавшую пушку, второй рукой отбиваясь от зубов и когтей. Не отыскав револьвер, я схватил камень и от души засандалил в кусачью башку. Не знаю, попал или нет, но натиск усилился. Хриплый виск, горячая кровь на лице из моих ран, агония и холодные огоньки нечеловеческих зрачков во тьме. Это последнее, что я увидел. И проснулся с криком барахтаясь в оленьих шкурах. Наконец удалось выпутаться. Капец, приснится же хрень. Огляделся. Вован с ножом в руке ухмылкой глядит на меня. «Все заебок, братка. Мне тоже какая только дрянь не снилась после чечниссыка». Он вернулся к прерванному занятию. Сбреванию многодневной щетины. «Да теща эта гребаная явилась ко мне», – проворчал я. «Не сына. Все тихо, как перед артобстрелом. В дежурство в ванной даже мышь не пукнет». Проморгавшись, я посмотрел время. Эх, уже в восемь утра. Такое чувство, будто и не спал. Выбравшись из-под шкур, направился к ведру, которое постоянно наполнялось каплями с потолка. Поплескал в лицо, попил. Сушняк просто зверский. В этот момент снаружи послышались голоса. «Сейчас что-то будет». Нарисовалась семейка Валеры. Очкарик, похоже, очкует заходить, увидав снегоход Вавана. Понимающе переглянувшись с десантником, мы вышли наружу. Следующий час прошел в бестолковой нервотрепке. Орал на меня Валера, орала на комрада жена, чудовищно матерился Ваван, галдели дети, веселясь от новых словечек из его лексикона. Я устал объяснять, что старая пескострущица сама куда-то свинтила, а не мы с Ваваном от нее избавились. Уже думал, этот бред никогда не закончится, когда услышал за спиной знакомое покашливание. «А шо это вы тут шумите, горемыки? Звери ли снова пугаете?» «Егорыч!» воскликнул я. «Рад, что ты жив-здоров!» «И тебе не хворать, Санек! А шо деду сделает в товародном лесу?» «Здравия ветерана!» громыхнул Ваван. «О, и ты здесь живодер!» усмехнулся в бороду лесник. «Да я ж за родину!» «Знаю!» «Шуткует дед!» «Хе!» «Слыхал, потерялись и у вас кто, Алишо?» «У Валеры теща в пещере!» «Ну, заблудилась!» «Сказал я!» Тот зло глянул на меня из-под очков и опустил голову. «Не верит, Газ, что теща ожила и отправилась исследовать подземный мир!» «А я тебе говорила не оставлять мамулю с этими бандитами!» в десятый раз повторила Люся. «Ну, коль потерялась, надо б наотыскать!» Старчий поправил Мосеньку на плече. «Сколько ей годков, симпатичная хоть?» «Ну, как раз в твоем вкусе, Егорыч!» «Сказал я!» «Блин, опять этот старый ловелаз за свое!» «Дед в молодости лазал в пещеру Энту, так шо отышим!» «Куда она деться-то?» «Слышали?» Уперла руки в боке супруга Валеры. «Чего стоим? Все идем искать мамулю!» «Да ну и он нахуй!» Махнул ручищий Вован. «И так всю ночь, блядь, шныряли по пещере!» «У нас дела! Надо копать торф!» Отмазался и я. Я облегченно закурил, угостив и десантника, когда поисковой отряд скрылся в глубинах земли. Мы задомили, наслаждаясь тишиной и красотой зимнего просыпающегося леса. «Чего, бля, где этот ваш торф, ёпта?» Вован втоптал в снег окурок. «Да километра полтора отсюда!» Он завел снегоход и сказал, «Цепляйте корыто на! Ща натаскаем кубов двадцать!» Вначале я сомневался в оптимизме Вовы. Какие двадцать кубов? Да, с техникой быстрее доставлять груз, но ведь надо еще и накопать. Но тревожился я напрасно. Едва приехали на место, и в руках десантуры оказалась лопата, клубни жирного торфа полетели во все стороны. Но как я не старался угнаться за его темпом, даже через пару часов моя кучка рядом с выработкой ВДВшника смотрелась как типичная карельская сопка на фоне джамалунгмы. Начали грузить корыто. «Вован!» Я задал мучающий меня вопрос, утирая пот салба. «Откуда у тебя этот снегоход?» «Трофейхуль!» Ухмыльнулся он, орудуя лопатой, как бульдозер. «На рыбалку, значит, отправился на медни, на озеро. Пришел, ёбт!» «Ну чё, лед сок толстый, надо взрывать!» «Я, короче, все приготовил, взрываю!» «А шумно, хули?» «Думаю, ебать мой хуй, если человек кто на выстрелы прибежит, я на этом льду как дух в снайперском прицеле, а рыбы-то охотно отведать!» «Продолжаю свое дело, ёптать!» «И тут как накаркал, блядь!» «Нарисовывается этот самый, значит, снегоход!» «Ко мне хуячит!» «Подъехали, блядь, на нем двое!» «С кармультуками!» «Грядь, типа, это наше озеро, а ты пошел нахуй!» «Ну ты ж знаешь, братка, я такое обращение не терплю, гэ!» «Грохнул козлов!» «Да не, ёпта, так отпиздохал маленько, поучил вежливости!» «А чтобы урок запомнился, драндулят себе забрал, ну и стволы, конечно!» «Откуда они не сказали, заинтересовался я!» «Сами бы эти падлы худче сказали, да Вован умеет спрашивать!» «Короче, километрах в пятнадцать есть деревуха, там какой-то лесхоз полузаброшенный был! Их там рыл двести обитает, плюс бабы, дети, кошки, собаки, хуль!» «Зря ты их отпустил, придут мстить!» «Снова, значит, пиздов выхватят! ВДВ, сила!» «Я только головой покачал! Ох уж этот Вован!» «Надо как-то контролировать его бешенство, пока всю округу против нас не настроил!» «Хотя, мне бы тоже не понравилось, если б меня тыкали автоматами!» «Скорее всего, так же бы поступил!» «А наглецов отправил под лед! Рыбам тоже кушать надо!» «За несколько заездов перевезли весь торф! Охренеть! Да тут пара самосвалов!» «А кому таскать?» «Правильно! Саньку и Вовану! Ушлый Валера прохлаждается в пещере!» «Нашел себе, блин, занятие!» «А может, этот ФСБшник специально все подстроил?» «Может, вся семейка ведет какую-то игру?» «Но зачем? Цель только одна! Мои стальные кулаки сжались!» «Припасы! Пока мы тут и шачем, как дураки, они опустошают мою кладовую, и Егорыч выходит с ними заодно!» «Да нет, бред какой-то!» «Паранойя! Угомонись уже!» Тяжело вздохнув, я принялся набивать мешок. «Погодь, ёпта!» «Остановил десантник!» «Айда перекусим на! Война войной, а обед по расписанию!» «А вот это хорошая идея!» «Бросил мешок и лопату!» «Вован откинул полок и нырнул внутрь, я следом предвкушая оленину, прожаренную на углях!» «Но то, что увидел, когда вошли в логово, меня просто шокировало!» Глава тринадцатая Пацан замер с черепом фашиста в руке. Его сестра, не замечая нас, продолжала свое занятие. Совала в костер оторванную руку скелета. На стене к рисункам Вованна добавились детские каракули. «Я понял, что сейчас начнется буря. Кому понравится, когда орущие и визжащие спиногрызы разносят твое жилище?» Но, к моему удивлению, десантник не стал орать матом или жестко лупасить отпрысков Валеры. Я уже был готов предотвращать убийство ребятишек. «Че, салаги, энергию некуда девать!» Добродушным голосом произнес ВДВшник. Пискнула девчонка, оборачиваясь. Десантура двинулся вперед, что-то доставая из-под шкур. «Вова, не надо!» Я потянул его за плечо. Он не ответил, лишь незаметно подмигнул. «Ну чё, играться я смотрю любите!» «Простите, дядя Вова, мы больше не будем!» «Ща дядя Вова сыграет с вами одну игру!» Он уселся на камень возле очага. «Санёк, погуляй минут десять на улице, подыши свежим воздухом, ёпта!» «Да всё заебок будет, отвечаю!» «Станут ща как шёлковые!» Я взглянул на побелевших от ужаса малышей и вышел наружу. «Интересно, что за методы воспитания у Вована?» «Может, я зря не остался в пещере?» «Он же контужен и наглухо!» «Надеюсь, не будет пробивать пиздюкам фанеру или лося!» Я постоял немного возле входа, но ничего подозрительного не услышал. Пожав плечами, начал набивать мешки торфом. Вскоре десять или одиннадцать мешков стали полны. Усевшись на них, я допил из фляжки остатки коньяка и закурил. Лепота! «Интересно, как там Лена? Волнуется ли?» «Я так соскучился по её упругим формам! Мои баллоны уже переполнены!» «Если не случится очередной непредвиденный пиздец, отправлюсь вечером в схрон, помоюсь, наконец, и порадую девушку своим могучим термоядерным жезлом!» «Ну что, пора, пожалуй!» Я затушил бычок и убрал его в пачку. В пещере увидел странную картину. Пацан смотрит стену, широко раскрыв глаза, а девочка изучает свои ладошки. Вован с ухмылкой глядит на них, переворачивая куски мяса над углями. «Что же тут, чёрт побери, произошло?» После сытного обеда и бутылки белой, которую раздавили под горячее, меня потянуло в сон. Но у Вованна, наоборот, включился бодряк, и мы принялись таскать проклятый торф. Поисковая экспедиция до сих пор не вернулась, но отсутствие дополнительных рабочих рук компенсировал десантник, закидывая на свои плечи амбала по два мешка. «Странно, Валера, его жена и Егорыч не встретились нам в пещере. Походу, серьёзно углубились самые недра. Всё это уже начинало тревожить. Милкота хоть больше не бесится, и то хорошо. Сидят себе на шкурах тихонько. «Вован, меня сейчас порвёт от любопытства!» Сказал я, вываливая очередной мешок в огороде. «Как ты угомонил этих засранцев?» «Да хуйня! Сыграли кое во что!» Уклончиво ответил он. «Но теперь они сидят и ни на что не реагируют. Чем так запугал?» «Да я б ты ничем не пугал! Солдат ребёнка не обидит!» «Так что тогда?» «Заебал, братка!» «Но это, короче, между нами!» «Договорились!» Оглянувшись по сторонам, Вован понизил голос и рассказал. «Несколько секунд я стоял в ступоре, а потом меня сложило от смеха. Ай да десантник! Ай да больной ублюдок!» «Сам бы я никогда не додумался успокоить таким способом распоясавшуюся школоту!» «Но после апокалипсиса любые методы хороши, так что почему бы и нет?» Так, перекидываясь шутками, мы незаметно перетаскали всю кучу земли. Ништяк! Такими темпами ещё пара дней и почва будет устилать весь грот. «Ладно, Вовчик, пойду домой!» Сказал я, взглянув на часы. Время близилось к шести вечера. «Да ну на, оставайся! Водер ещё до хуя!» «Не могу! Ленка уж поди заждалась, места себе не находит!» «А-а-а! Ну тогда привет я передавай, ёпта!» «Ага! Я рассеянно оглядел логово! С детьми-то, надеюсь, всё в порядке будет!» «Да хуя им сделается!» Удивлённо заморгал десантник. «Давай тогда, до завтра!» «Покедова!» Вован зубами свинтил пробку пузыря и выплюнул в огонь. Я решил отправиться поверху на лыжах. Просто за эти дни так задолбало грёбанное подземелье со всеми его тайнами. Что может быть круче неспешной прогулки по заснеженному лесу, который всё так же красив даже в сгущающихся сумерках. И похрен, что путь на несколько километров длиннее. Несмотря на все траблы с тёщей, меня переполнял позитивный настрой. Конечно, не всегда всё идёт по плану, но когда шаг за шагом приближаешься к своей цели, это очень мотивирует. Такие же чувства я испытывал, пока обустраивал схрон. Надеюсь, Валер уже посчитал систему электропитания и освещения нашей плантации. Мне очень хочется взглянуть на список необходимого. Наверное, предстоит много новых рейдов за лампами, проводами и прочими запчастями. Хотя зря надеюсь, очкастому сейчас не до чертежей. Если не найдут коргу, жена его задрючит, а если найдут, задрючит вместе с тёщей. Не хотел бы я оказаться на его месте. Одолев часть пути по реке, я начал зигзагами взбираться по склону. Ещё минут сорок, и меня встретят ставшие родными стены схрона. Обнимет Лена. Интересно, что она приготовила на ужин? Я бы сейчас замахнул супца на второе пюре с котлетками. Ништяк. И пусть пюрешка из сублиматов, но ничего, скоро у нас будет настоящий картофель. Я чуть не захлебнулся слюной, представив, как солю свежеотваренную горячую картофелину и отправляю в рот. Да, ради этого стоит пройти весь огородный гемор. Хотя лучше относиться как к трудному, но необходимому квесту. Вскоре вышел на открытое место, откуда хорошо просматривалась долина реки. И похолодел. Я отчётливо увидел десятки мерцающих огней. По реке движется большой отряд. Кто это и куда они чешут? Жаль, нет с собой оптики. С такого расстояния, да ещё и в сумерках, не видно деталей экипировки. Но одно понятно. Это не пиндосы. У тех были фонарики на касках, если мне память не изменяет. А эта орава освещает себе путь факелами. Может, веганы? Но вряд ли Вован не запутал бы след. Он опытный солдат. Какие-то залётные отщепенцы походу. Надо валить схрон и подготовиться к обороне. Заминировать лыжню, вытащить со склада и зарядить корт. Может, даже успею оборудовать тайное пулемётное гнездо недалеко от убежища. Я уже давно присмотрел местечко для этого. Сердце забилось быстрее от впрыска адреналина. Сколько хабара можно с них собрать? Главное, чтобы только вышли все на полянку к схрону. А что, если их подманить? Нет, стрёмная идея. Это в фантастической книжке такой трюк может сработать. А здесь, в реальной жизни, риск слишком велик. Я не могу рисковать своим домом, запасами продовольствия, беременной девушкой и, конечно, своей драгоценной жизнью. Но если будет необходимо, дам лютый чудовищный отпор. Уже навострил лыжи к дому, когда внезапная мысль, как вспышка, пронзила сознание. Блядь! Вот я, дебил! Чужаки могут пойти по лыжне не только к схрону, но и к логову Вавана. Что же мне делать? Надо предупредить ничего не подозревающего десантника. Оружие у него до хрена сумеет удержать логово, пока я через пещеру доберусь к себе. Развернувшись, я помчался вниз. Ветер засвистел в ушах, а ветки захлестали по рукавам тактической куртки. Только бы не свалиться, только бы успеть. По моим прикидкам, до лыжни им остался километр-полтора. Лихо подпрыгнув на естественном трамплинчике, я оказался на реке. Оглянулся. Зловещая цепь огней приближается медленно и неотвратимо. Ветер принес неразборчивые выкрики. Вот суки, даже не таятся. Интересно, увидели меня в потемках? Очень надеюсь, что нет. Я ломанулся со всей возможной скоростью. Нет, они не могли увидеть меня в таких сумерках, тем более их слепят собственные факелы. Хотя, блин, я на открытом месте, как на ладони. Спина покрылась липким потом. Даже если заметят, не догонят. Я поднажал еще. Жух! Бах! Что-то жестко просвистело справа. Заметили, уроды! Картечью фигачат! Бля! Где же моя сайга? Весь взмыленный, как скакун, я ворвался в пещеру. Слава северным богам даже не ранили. Меня спасло расстояние и темнота. Дети сопят, укрывшись шкурами. Храпелый вован, но в тот же миг подорвался. Еба, братка, че закипишь? Идут! Сюда идут! Рыл тридцать-сорок! Кто, бляха? Рявкнул десантник, хватая автомат. Надо отходить в пещеру, к схрону. Погодь, успеется! Ротоподъем! Малыши испуганно продрали глаза. Вован тигром метнулся к выходу. Не гони, Вова, их много! Уходим в схрон! Мне страшно! Заплакала девочка. Не ссать, мелюзга! Патроны будете подавать, епта! Щелкнул затвор ака. Эй, ты! Раздался голос снаружи. Выходи, падла! Мы знаем, шо ты там! Я замер, глядя на Вована. Револьвер неизвестно как оказался в руке. Десантник очень недобро улыбнулся и вытащил из-под шкур эргодешку. Затем, резко откинув полок, швырнул непрошенным гостям подарочек. Глава четырнадцатая. Что нужно делать, когда сталкиваешься с превосходящими силами гребанных врагов? Во всех тактических учебниках и пособиях, которые я внимательно изучил ДБП, говорилось, что нужно валить. То есть, конечно, не просто валить, а обеспечить грамотный организованный отход в безопасное место, если есть такая возможность. Сейчас можно спокойно отойти. Зачем жечь драгоценные патроны и гранаты на этих ублюдков? Что, блин, задумал Вован? Граната емко ухнула за пределы пещеры. Оры завывания подсказали, нескольких негодяев зацепило осколками. Остальные козлы принялись лупить в ответку. Шкуры, занавешивающие вход в логово, принялся кромсать дикий шквал вражеского огня. «Чё-то нихуя не понимают, сучары!» Проворчал десантник, скрючивший за скальным выступом. «Эй, малой, тащи-ка дяде Вове ещё гранату на! Не вставай, ползком ебте! Братка, а ты хульмацишь свой револьвер! Хватай автик, на!» «Вован, чё ты творишь?» Воскликнул я, стараясь перекричать грохот выстрелов и виз крикошетов. «Уходим!» «А ты бы оставил свой схрон, ёпт!» «Я не нашёлся, что ответить!» «Не сына! Патронов у меня хоть жопа ешь! Здесь, а мы как в крепости, на! Заебутся выкуривать, на!» «А если тоже гранату кинут?» «Да нету у них нихуя, на!» «Ты чё, знаешь, кто это?» «Походу, местные!» Помолчав, ответил Вован «Слесхоза, на!» «Ну, которые на озере на меня наехали, на!» «Лапотники ебаные!» «Ты прикинь, из-за сраного снегохода войну решили устроить, на!» «На, дядя Вов!» Сын Валеры вложил в огромную ладонь очередную РГДшку «О, благодарочка, Солопет! Молодец, не ссышь!» «Я когда вырасту, тоже десантником стану!» «Станешь! Конечно, если переживёшь эту ночь, маленький оптимист!» Произнес мой внутренний параноик «Чёртов Вован!» «Ну, почему он постоянно ищет конфликты? Для него война – это кайф!» «Слебом не корми, дай кого-нибудь грохнуть! А у меня другая цель – выживание!» Налаживание комфортного быта и воспитание потомства «Блин, пусть он себе воюет, но подальше от схрона!» «Надо почаще отправлять его в рейды!» Вова, тем временем, прищурившись от сигаретного дыма, деловито разогнула усики предохранительной чеки Прижав рычаг, выдернул кольцо «Меня поразило, что он проделал этот трюк одной рукой!» Выждав момент, метнул РГДшку сквозь разорванное полотнище «А-а-а! Ложись! Граната!» Заорали на все голоса пришельцы Шарахнул взрыв «Заводовы!» Зарычал Вован короткими очередями, разряжая магазин АК «Жрите, бляди! Саня, хуй ты дрочишь? Хуярь, пока залегли на!» Я подскочил и высунул свое сосредоточенное жало из укрытия «И куда стрелять?» «Дым, вонь, пороха, кто-то корчится на снегу метрах двадцати, всюду разбросанные догорающие факелы» «Ага, где-то там эти ублюдки!» «Тоже начал стрелять короткими очередями» «Уши заложило от грохота, за деревьями мелькают черные тени» «Я влупил по ним, но не понял, попал или нет» «Главное, насколько я понял замысел Вована, не дать им подняться» «Мелкие подтаскивают все новые и новые магазины» «Но ведь долго так продолжаться не может» «Или он ожидает, что козлы отступят, встретив наш бешеный отпор» «Только бы хватило патронов» «Санек, на!» Крикнул десантура «Граната крайняя, на! Ща ебанота! Длинную сразу давай, на!» «Что ты хо...» «Я не успел договорить» «Граната вылетела, как из катапульты» «Только успел я пригнуться, как свистнули осколки» «Хуярь!» «Я высунулся, автомат заколотил напряженным стуком» «Туда, во тьму, в расползающееся облако дыма» «Краем глаза я увидел, как Вован примкнул к оружию штык-нож» «И смертоносным хищником в одной тельняшке вынурнул наружу» «Уходя сразу куда-то влево» «Бля! Че он еще задумал?» Я присел, перезаряжаясь Тут же по камням зазвенели пули, выбивая крошку «Нету больше патронов!» Пропищал пацан, протягивая мне последний магазин «Ну вот, а десантник говорил, что до хрена» «Хватай сестру! Спрячьтесь в пещере!» Я даже не посмотрел, выполнил ли он мой приказ Жду момента, чтобы высунуться, но гады осмелели и снова лупасят вовсю «Эх, сейчас бы корт!» «Что же с Вованом? Заметили его или нет?» «Шо, сучары, патроны кончаются!» Раздался глумливый голос из леса «Шас, на ремни вас кромсать будем!» «Хрен вам, черти!» Я высунул автомат и не глядя дал очередь «Вам пиздец!» Проорали в ответ «Поменял магазин!» «Блин, становится совсем уже грустно!» «А где очкарик? Где лесник?» «Их помощь была бы очень кстати!» Все тот же гнусный голос командовал «Вперед, мужики! У них патронов нема!» Я сжался за выступом скалы Приготовившись угостить пулей любого Кто сунет нос в пещеру Револьвер на готове Лежит рядом АК перевел на одиночный огонь Вряд ли успею перезарядиться Выстрелы стихли Зловеще заскрипел снег Под ногами приближающихся местных Мои тактические перчатки Пропотели насквозь от напряжения Во рту пересохло Я заерзал, принимая максимальную незаметную позу Пытаясь слиться с холодной стеной «Ну че, педрилы? Сами выйдете!» «Ага, жди!» Крикнул я «Быстро вы не умрете!» Заржал гнусавый «Мушки спилили! Щас засунем ваши стволы вам в сраки!» «Бля, что же делать?» «Неужели Вова тупо свалил, бросив меня?» «Я не могу в это поверить!» Схватив пустой магазин Бросил в проем с криком «Лови гранату, чмо!» Высовываться не стал Пусть сами сюда лезут В тесном проходе у меня преимущество «Ты че, петушара? Ты кого напугать хотел?» «Вставайте, мужики!» «Я ж грю, они пустые!» «Ну все, молитесь, гниды!» Мерзкая брань прервалась Истошным визгом, словно свинью режут «Вован?» «Бля, нас окружили!» «Где он?» «Я ничего не вижу!» Следующий миг душераздирающие вопли Слились в одну ласкающую слух симфонию Я выглянул «Ааа, ублюдки удирают!» «Чего тут сидеть?» Выскочив наружу, принялся угощать пулями уродов «Давайте, валите, откуда пришли!» Ярость боя захлестнула мой разум Побежал следом, стреляя на ходу Один за другим козлы падали под моими карающими пулями «Заебок, братка!» Раздался знакомый голос из темноты «Так и знал, что ты поддержишь атаку на...» Эти слова вернули меня в чувства Огляделся Тут и там темнеют на снегу поверженные скоты Кто-то стонет, кто-то пытается ползти Наконец я увидел полосатый силуэт десантника Володя ногой перевернул слабо шевелящееся тело Я подошел поближе, утирая пот «Гляди, ёпт, это походу у них заглавного на! Он, сука, меня ружьем тыкал на озере!» «Мужики, мужики, вы чё?» Залепетал небритый хмырь Из-под шарфа глядели полные ужаса глаза «Давайте по-хорошему договоримся!» «Чё ты базаришь, паскуда?» Вован нагнулся и сдернул с него капюшон Сорвал шарф «Кого ты тут убивать хотел, уёбок, блядь?» «Мужики!» По небритым щекам потекли слёзы Сверкнул нож Протяжный крик разнёсся по округе Десантник покрутил отрезанное ухо Перед главарём этой шайки А через секунду лишил и второго уха «Ну чё, Саня, чё делаем с этой падалью?» Весело спросил десантник «Муж отпустим? Пускай расскажет своим, что нек сюда соваться» Год назад я, может быть, и пожалел бы Побеждённого, истекающего кровью Рыдающего деревенского вояку В конце концов, это же не пиндос И не натовское отродье Пришедшее на нашу землю Свой Можно сказать, земляк Но что-то изменилось в моей душе Нет, мне не доставляет удовольствия Страдания мерзавцы, как, например, Вовану Но в то же время не вызывает абсолютно никаких эмоций Вообще пох Мой мир Это теперь схрон Пещера Вован и окрестные леса Они вторглись в этот мир, чтобы его разрушить Чтобы глумиться и убивать близких мне людей Но встретили то, что заслужили Справедливые пули и безжалостный нож в руках десантуры Туда им и дорога Конча его, Вова Кивнул я Ну и правильно, братка Усмехнулся тот Долгий вопль ужаса прервался резким хрустом Штык-нож полностью вошёл в распахнутую пасть Я устало закурил Поднял ещё горящий факел И пошёл добивать остальных С возвращением в реальность Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир схрона То обязательно поставьте лайк Напишите комментарий И поделитесь этим видео в социальных сетях Но если вы хотите отправиться дальше То просто выберите одну из иконок на экране И как всегда До встречи в следующих Мирах